Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на своем канале Высадули в Огороде. Мы с вами находимся на ярмарке Фазенда 2016, мне Оля подсказывает. И вот мы сейчас подошли к павильону. Это натуральные удобрения. Сейчас у нас у дачников и у всех стоит вопрос, чем же подкормить наши растишки, как вы их любезно называете. Не у всех есть навоз, не у всех есть композ, а растениям нужно питание. Поэтому мы попросили нам рассказать конкретно о натуральных удобрениях. Чем же все-таки можно подкормить наши растишки? Здравствуйте, я представляю компанию научно-технический центр БИО города Шебекина Белгородской области. Мы уже 15 лет находимся на сельскохозяйственном рынке и занимаемся производством различных удобрений и добавок ферментных для животных. У нас есть вот такое микробиологическое удобрение, которое называется БИОГОРКМ. Оно подходит для всех видов растений. Для деревьев, для кустарников, для огурцов, помидоров, для цветов, абсолютно для всей растительности. Экономично в своем употреблении и очень эффективно. Здесь находится комплекс микроорганизмов, молочнокислых бактерий, азотофиксирующих бактерий, а также комплекс специальных микроорганизмов, которые помогают усваивать как фосфор, так и другие полезные питательные микроэлементы. Бактерии, которые здесь находятся, позволяют понижать кислотность почвы, восстанавливать ее полезные свойства. Благодаря чему корневая система растений укрепляется, и растение у вас уже будет здоровым и устойчивым к неблагоприятным факторам. Мы рекомендуем делать как корневую обработку этим средством, так и вегетативно, чтобы ваше растение было и защищено по корню, и по листу. Когда вы сделаете вегетативную обработку, у растения будет биозащита, и различные заболевания грибковые, как мучнистая роса и подобные, не будут на нем осаживаться. Урожайность повышается очень сильно благодаря использованию этого средства, и, естественно, оно очень экономичное и цена приятная, что немаловажно, потому что это натуральное удобрение, которых не так много на нашем рынке, и расход очень минимальный. И вот этот пузыречек, это на сколько нам? Этого пузыречка вам хватит на 8 соток провести несколько стадий обработок. Мы рекомендуем, как я уже сказала, делать одну корневую и 2-3 вегетативных обработки. То есть вы обработаете почву, и, соответственно, почва восстановит свои полезные свойства, и растение будет расти здоровым. И когда обработаете по листу, будет у растения биозащита. Вы первый раз обработаете, когда только появятся листочки или росточки, если это какие-то в огороде, да, именно растения. Второй раз, когда уже завязи или цветение начинается. А третий раз, когда уже появились плоды. Если попадет на плод какое-то средство, никакого вреда не будет, потому что здесь все натурально, никакой химии в составе нет, что очень важно. И наше средство позволяет выращивать продукцию в качестве органика, то есть без вреда для вашей почвы, для ваших родственников и детей. Это в наше время очень важно. То есть вот этот пузырек я должна буду обязательно развести, да, в каких-то пропорциях? Там таблицы есть? Да, здесь есть инструкция. Крышечка у нас мерная, 10 мл. Разбавляете в 10-литровом ведре воды и идете обрабатывать ваш огород, сад или что у вас имеется. Не нужно ничего настаивать, ничего добавлять. Все очень просто. Добавили и пошли обрабатывать. То есть от фитофторы я могу защитить свои томаты? Этим средством? Фитофторы или огурцы мученистые растения? То есть от всех вот этих заболеваний, да? Да, от всех заболеваний, да. Когда, значит, средство делает биозащиту растения, как, можно сказать, биопленка, она появляется на растениях, и благодаря чему никакие заболевания не будут осаживаться на ваших растениях. А вот, например, вот сейчас многие жалуются, мне пишут, что сажают рассаду, да, покупают как бы грунт в магазине, и грунт покрывается какими-то грибами, мхом, то есть закисляется. Могу ли я обработать этот грунт этим средством? Обязательно нужно обработать, потому что, как все знают, почва и земля, продающаяся сейчас в магазинах, очень плохая, с повышенной кислотностью. Наше средство содержит бактерии, которые понижают кислотность почвы, благодаря чему она восстанавливает свои полезные питательные свойства для вашего растения, и растение как и приживается лучше, так и корневая система у него укрепляется, и, соответственно, оно растет уже здоровым и прочным, с прочным стеблем и с хорошим урожаем. Так, ну хотя у меня и много компоста и навозов, но я обязательно возьму, вас куплю и попробую. А вот меня еще очень заинтересовало, я занимаюсь птицей. У меня индюшки, индоутки и куры. Вот что это такое? Ну, у нас вот есть ферментно-пробиотическая добавка, простор, которая называется, для домашних животных есть, и также вот для сельскохозяйственных животных, да. Здесь содержатся ферменты в составе и пробиотики, а также экстракты лечебных трав, расторопши и хиноцей. Животное, употребляя эту добавку в пищу, восстанавливает процессы желудочно-кишечного тракта, то есть микрофлора желудка и кишечника у животного работает правильно. И, соответственно, что касается, например, телят, хрюшек, у них набирается масса, да, потому что все полезные питательные вещества, которые вы даете им в корме, они правильно усваиваются. Соответственно, они будут расти больше и крепче. Иммунитет у животных повышается, что очень важно, так как есть животные, такие как кролики, например, которые очень подвержены различным заболеваниям, да, и, соответственно, у них иммунитет очень слабый, чтобы преодолеть это. Здесь, благодаря лекарственным травам и ферментам, которые здесь содержатся, животные будут со здоровым иммунитетом и не так подвержены заболеваниям. Если касается кур, например, есть бройлеры, несушки, да, также, что касается бройлеров, масса набирается и иммунитет повышается. Что касается несушек, скорлупа, да, яйценосность обязательно повышается. И, что немаловажно, скорлупа самого яйца будет более крепкая, и, соответственно, более качественный желток. И вот на сколько мне этой коробочки хватит? Этой коробочки хватит на 300 килограмм корма. Ого, это много. Да, здесь с оборотной стороны есть дозировка применения. И вот, например, для птиц нужно всего лишь 1 грамм на килограмм корма. Здесь 200 грамм средства, поэтому вам этого хватит надолго. Надолго. Да, в зависимости, конечно, от размера вашего хозяйства, но в среднем примерно такой расчет имеется. Ну, очень, конечно, очень интересно. Можно перейти, где можно. Да, вот где это все. У нас есть сайт нашего производителя, научно-технического центра БИО, на котором имеется ссылка на сайт единственного представителя. Это эко-кит, да, а тут сайт не представил наш, да? Эко-кит.рф. По надписи можно. Да, по надписи можно. И также можно просто в интернете набрать эко-кит.рф. На этом сайте вы можете по телефону, как получить консультации по любым вопросам, что связано с животноводством или с сельским хозяйством, по удобрениям и по всем нашим препаратам имеющимся. Также и сделать заказ. Мы по всей России работаем. У нас есть дилеры как в Москве, так и в Краснодарском, Ростовском областях и краях. И, соответственно, в Белгородской области, где находится наше производство. Так что по телефону можно сделать заказ, и мы отправляем в любые области. Даже в розницу? Да, даже в розницу. Мы работаем индивидуальный подход к каждому клиенту. Если есть какие-то вопросы, вы можете позвонить, на любые вопросы ответят. И любую консультацию дадут. Часто звонят с не очень сложными вопросами, даже в выходные дни. Например, спрашивают, на сколько времени нужно замочить семена. И мы даем подробную консультацию. Потому что у нас на рынке много всяких различных химических препаратов, из-за которых и почва, и растения гибнут. И мы хотим бороться за здоровье нашей страны и нашего населения, предлагая натуральные продукты. И нам совершенно не лень рассказать каждому человеку, объяснить, как правильно их использовать, чтобы и они сами, и их почва, и дети были здоровыми. А вот еще у меня такой вопрос. Дело в том, что как бы в интернете я читала, что якобы сейчас существуют такие бактерии, которые вносят в подстилку у птицы, и как бы она греет потом и быстрее перепревает. То есть непосредственно в сарае, где находится птица или животное, такое у вас существует? Да, тоже есть у нас такие препараты. Этот препарат называется Санвитка. Его используют у нас в производственных масштабах, как раз-таки для подстилок птиц. И также и в свинокомплексах. Потому что он помимо того, что делает свои свойства по обрабатыванию этой подстилки, он еще и удаляет неприятный запах. Благодаря этим средствам, конечно, основное для человека, в первую очередь, да, ощутимо, это пропадает запах неприятный, потому что патогенные организмы разлагаются под воздействием ферментов, которые там содержатся. И благодаря чему, соответственно, и для животных они этим не дышат, да, и люди. То есть я, допустим, могу через интернет заказать, да? Да, можете заказать как в розницу мелкую, фасонскую такую, так и в производственных масштабах, если вам нужно большой какой-то объем мешок или какую-то партию. Мы организуем вам доставку в любую часть страны. Большое спасибо. Пожалуйста. Очень-очень было приятно все послушать, очень подробно рассказали, прямо вот исчерпывающе. Я думаю, все, конечно, приобретут и удобрения, и подкормку, потому что у нас и, как говорится, и птичники есть, и огородники, и садоводы. Все это, конечно, очень здорово. Поэтому, конечно, я у вас тоже обязательно сейчас приобрету для себя, попробую, что же это такое. Ну что ж, с вами пора прощаться, дорогие мои. С вами была на канале Юлия Меняева, на своем канале «Во саду ли в огороде». Пока! Продолжение следует...